Есть и еще один, так сказать, нюанс, который касается уже зарплаты каждого украинца. Это курс гривни. Национальная валюта стабильно падает и, похоже, приближается к уровню в 30 гривен за доллар. Эксперты опасаются, что такой курс может быть еще до весны. Ведь причин для этого слишком много. И одна из главных – Украина критически зависит от импорта. Мы производим и экспортируем мало, а вот покупать меньше, похоже, просто не можем. А значит, цены будут расти. Любовь Кукла продолжит тему. Валютные танцы продолжаются. Доллар резко скачет вверх, а гривня – вниз. Новые цифры в обменниках – не самый приятный подарок к Новому году. Сегодня доллар продают почти по 29 гривен. И такой курс влияет на цены на все товары. Я могу здесь ответить словами людей, которые держат интернет-магазины. Мы устали менять цены каждый день по два, по три раза. Цены меняются постоянно. Курс доллара растет. В первую очередь доллар бьет по импорту. Ведь наша страна от него очень зависит. Для многих групп товаров нашей альтернативы попросту нет. И жизнь обычного украинца буквально вся состоит из импортных комплектующих. Для наглядности проведем эксперимент. Доброе утро. Проходите. Какой самый популярный импорт на нашем рынке, я решила проверить лично. Посмотрим, сколько заграничных товаров меня окружают. Начинаю инспекцию у себя дома. Традиционно утро начинается нет, не с кофе. А с личной гигиены, казалось бы, мелочь, шампуни, гели, зубная паста, косметика. Почти все на украинском рынке импортное. У себя дома я не нашла ни одного товара, который сделан в нашей стране. Украинскую косметику у нас, конечно, производят, но импорта на рынке в несколько раз больше. Немного лучше дела обстоят с бытовой химией. По словам экспертов, украинской продукции на прилавках аж 50%. Выпускают у нас и одежду, и обувь, но тем не менее, всю фурнитуру и ткани дизайнеры покупают за рубежом. А вот с чем в стране вообще плохо, так это с нашей бытовой техникой и электроникой. Таких товаров у нас производят около 1%. Нет ни одной продукции в мире, которую бы одна обдельная страна от начала до конца цикла делала бы сама. У нас абсолютно общий рынок. Исходя из этого, в любой стране мира, какую вы не возьмете, может быть, заключение КНДР, доля импортно-составляющая будет очень большой. Выхода нет. Украинцам приходится покупать импорт и зависеть от курса доллара. Даже в такой необходимой сфере, как здоровье. Болеть в Украине дорого, а будет еще дороже. К примеру, лечение сезонного ОРВИ обойдется в копеечку. Спасибо. Ведь многие препараты в аптеках импортные. А это значит, что их цена напрямую зависит от курса. В прошлом году на лекарства украинцы потратили почти 40 миллиардов гривен. В этом году сумма явно будет еще больше. Мы ожидаем в ближайший час, где-то в лютом месяце, подвышение на 3-5%. Потому что поставщики завозят уже новые партии товаров, новые серии товаров за определенным курсом валюты. И хотя в аптечной асоциации уверяют, что украинская фармпромышленность развивается неплохо, на рынке достаточно много украинских препаратов. Но сезонное лекарство все равно даже на нашем, диктует он. Долар. На жаль, фармацевтическая галузь надзвичайно импортно-залежная. И хочу констатовать, что даже наши витчизненные виробники в большинстве своей используют субстанции, используют пакувальные материалы, используют обладнение, которое завозится за кордон. Зависит от доллара все. От банальной зеленки до иномарки. Кстати, автомобильная сфера – очень яркий пример нашей импортозависимости. Ведь многие украинцы ездят на японцах, немцах, корейцах и даже китайцах. У нас за прошлый год произвели буквально считанные единицы авто. Да и заливают в импортные машины украинцы импортный бензин. На ценники на заправках украинские водители давно смотрят с нескрываемой тревогой. И это не странно, ведь только за последние выходные в стране очередной раз резко подорожало топливо. Но эти цифры далеко не предел. Эксперты уверяют, бензин будет дорожать с каждым днем. Сейчас литр популярного А-95 стоит чуть выше доллара – 30 гривен. Газ дешевле – 13 с копейками. Такое подорожание эксперты объясняют просто. Нашего украинского топлива – лишь 20%. Поэтому все приходится покупать за рубежом за валюту. А еще на скачок цен влияет стоимость нефти. Стоимость закупки и курс – эти два фактора полностью влияют на стоимость топлива в закупке оператора. Есть некоторый запас двух-трехнедельный на нефтебазах, который дает возможность не такими быстрыми темпами наращивать подорожание топлива. Но все, что новое сейчас поступает на запасы, оно уже значительно дороже, чем декабрьские закупки. Меньше всего коснется подорожание продуктов, ведь почти все они производятся в Украине. Но даже под брендом «Сделано в Украине» спрятан импорт. Ведь очень часто сырье производители покупают за рубежом, а за что покупаем, за то и продаем. Выходит, что даже кофе по-украински неизменно получается с привкусом доллара. Любовь кукла Наталья Неделько и Сергей Килимник. Подробности недели. Телеканал Интер.